Тема эта называется «Абрамович». Кто такой Роман Абрамович? Хуй из мистера Абрамовича, какова его роль на российско-украинской войне? И есть некоторые люди, которые уже не раз говорили, что якобы Абрамович прям помогает украинцам, спасает азовцев. Что он там еще? Вот этот режиссер беглый российский, Серебренников, призывал снять санкции с Абрамовича. Некоторые украинские политики призывали снять санкции с Абрамовича, забывая, что он враг, что он представитель врага вражеской страны. И вот почему-то Фридман у нас объявлен в розыск, а Абрамович нет. Хотя Фридман вряд ли приедет в Украину, мы его вряд ли поймаем. А Абрамович могли бы поймать, он вроде приезжал. А что, Абрамович у нас не в розыске, а Фридман в розыске. Странно, правда? Типа что, Фридман больше сделал для России, чем Абрамович? Для путинского режима? Да ладно. А, Фридман финансировал, да? А Абрамович не финансировал? Серьезно? И вот что я вам расскажу. Абрамович – гражданин Израиля. Не только России, не только Португалии, но и Израиля, насколько известно. Вроде бы, вроде бы. Значит, и вот в Израиле сейчас развернулась такая история, что в банке Мезрахи Тфахот, это израильский банк, обычный израильский банк, хранятся деньги на счету у Абрамовича. Хранится там сумма, сейчас я вам ее скажу, наверное, если найду. А, 8 миллионов шекелей. 8 миллионов шекелей. Значит, 8 миллионов шекелей – это в пересчете на деньги 20 небольших миллионов долларов. И Абрамович захотел эти деньги пожертвовать. 2 с лишним миллиона долларов. Захотел им пожертвовать, он их пожертвовать, организации ЗАКа. Это организация, которая, насколько я разобрал в своей деятельности, помогает в поиске заложников в том числе, помогает в возвращении заложников, помогает, кстати, в возвращении тел заложников во всей этой деятельности. То есть такая общественная организация. И Абрамович решил пожертвовать ей 8 миллионов шекелей. Но банк отказывается перевести эти деньги. Роман Абрамович и эта организация ЗАКа подали в израильский суд жалобу на банк Мизрахит-Фахот и требует передать эти деньги. Но что пишет банк в ответе своем? Отказ банка перевести деньги со счета Абрамовича на счет ЗАКа является разумным и обоснованным. Пока Абрамович включен в санкционные списки и не получил разрешение на перевод денег со своего счета, банк не имеет никакой возможности осуществить этот перевод. Значит, банк принимает значительные меры для оказания помощи пострадавшим в теракте от Хамаса, признает значимость деятельности ЗАКа, но если перевести деньги, это будет нарушением санкций, это нанесет серьезный ущерб как банку, так и его клиентам, так и государству Израиль, потому что банк немедленно попадет под вторичные санкции и будет ограничена его возможность сотрудничества с иностранными банками. Это я к чему? В Израиле, где Абрамович гражданин, где Абрамович пытается пожертвовать деньги на заведомо благое дело, дело точно благое. Тем не менее, израильский банк говорит, нет, Абрамович под санкциями, мы ничего, ни одного шекеля никуда не переведем. Так какого хрена разные доброходы говорят о том, что Абрамович нам помогает, надо с него снять санкции? Абрамович, в Израиле отказываются взять деньги Абрамовича на помощь жертвам теракта 7 октября, жертвам Хамаса. А мы собирались брать деньги от Челси, правда? Помните? То есть мы собирались взять от Абрамовича деньги? На наши жертвы. Я к чему? Почему это Шетельман будет прав? А мы еще много узнаем о деятельности Абрамовича. Мы еще узнаем, что слава богу, что мы не получили от него никаких денег. Нам бы пришлось потом всем за это отвечать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!